МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я знаю, что именно ваш театр в 2014 году был одним из тех, кто все-таки приехал к нам на большие гастроли. Почему решили вернуться к вам? Вы знаете, мы этим очень гордимся. Просто гордимся, что мы первые, после того, как Крым снова стал нашим, новым Крымом, мы первые изъявили желание, по нашему желанию, труппа в количестве 180 человек приехала на гастроли в Крым. И, вы знаете, мы не могли на такое событие просто не откликнуться. У нас очень социальный в этом плане театр, если вы название посмотрите. У нас много чего поучительного, много чего раскрывающего душу или заставляющего думать. Так же, как и в вашем, кстати, театре Луначарского. Ну, а почему все-таки решили в Севастополь вернуться? Решили в Севастополь вернуться потому, что мы получили сразу после гастролей, ну, сказать мешки, наверное, многовато, но очень много писем. У нас в музее сегодня хранятся стихи ваших зрителей, которые сразу после Екатерины Великой буквально посыпались в адрес театра, были найдены адреса, и к нам пришло очень много писем людей, которые, ну, мнение разнеслось очень быстро и посмотреть не успели. Поэтому мы и в этот раз два раза будем показывать Екатерину Великую на сцене театра Луначарского. Ну, и потом, вы знаете, что-то родным и близким повеяло от отношений зрителей, потому что зритель принимал так долго, стоя, аплодировал спектаклю, что это заронило в наши души, заронило явно очень дружескую, теплую атмосферу. И все время меня спрашивали артисты, а когда мы снова поедем в Крым? И вот мы снова в Крыму, с 7 по 14 мы будем работать в городе Севастополе, затем у нас будет Ялта и Симферополь. Мы весь сентябрь месяц будем находиться в Крыму. Ну, вот к слову, о Екатерине Великой. Называют его театральным блокбастером. И более того, это уже титулованный спектакль, у него две премии «Золотая маска». Более того, я знаю, что в Берлине очень хорошо вообще приняли этот спектакль. Но почему его называют блокбастером? Что в нем такого особенного? Я вам объясню, потому что, во-первых, представить себе, что спектакль стоил 17 миллионов рублей в восьмом году, и вот с тех времен нет ни одного спектакля, на котором бы было хоть одно свободное место. Продается спектакль в течение недели-двух дома. Просто на расхват. Это первое. Второе. Ну, представьте себе, что 370 костюмов, 160 участников самого спектакля, 200 с лишним головных уборов. Достаточно сказать, что у нас очень сложная дома сцена, и когда идут полчища военных на сцене, и их надо всех уместить, разместить, это тоже все очень вызывает удивление, как мы там помещаемся. Но я потом сказать, что мы уже трижды этот спектакль окупили, эти 17 миллионов окупили уже трижды, потому что, ну, это самый дорогой спектакль и душу, душе и сердцу. Ну, а немцы нас принимали, видите ли, Екатерина из-под Берлина, с маленького городка, и там было очень много параллелей всевозможных. И зритель принимал очень, ну, просто овации были такие, что на улицу вывалил весь зал, 1800 мест было продано, все вышли на улицу и ждали выхода наших артистов. Хорошо, а если говорить о самой постановке, что в ней необычного, может быть какая-то сюжетная линия, музыкальное сопровождение какое-то уникальное? Ну, во-первых, понимаете, я вам, вы сказали уже, что 85 лет театру, из них 87 поставлено мировых премьер. То есть, можете представить, больше, чем даже ежегодно, больше, чем одна премьера, написанная для нашего театра. И история женщины и царицы, она интересовала всегда историю. Это просто очень глубокая, интересная. И композитор Дрезнин практически для нашего театра написал специально музыку. Эта музыка очень сложная. Кто придет, тот услышит, увидит. Там все жанры присутствуют в этой музыке. И поэтому это надо было тоже сработать. Надо было на таком, на одном дыхании его показать зрителю. Поэтому это вот в комплексе все нам дало такую легендарную славу с этим спектаклем. Но Екатерину, тем не менее, в Севастополе вы уже показывали, что в этот раз привезли нового. Ну, мы привезли пять названий. Следующая премьера, которую еще тоже никто не видел, и у нас она только-только вышла, это Казанова. Московский режиссер Алексей Франдетти и латышский композитор. Написали музыку. Это под Светаевой. Я думаю, тоже вызовет очень красивый спектакль. И вызовет, конечно, и у лавелазов, и у всех вызовет большой интерес. Мы привезли, можно сказать, просто пуповую комедию. Это тетка Чарли. Это народ будет в зале просто два с лишним часа. Это смеха, пусть гротеска где-то какого-то, но получит огромное-огромное удовольствие. А если говорить о других, мы еще один долгожитель привозим. Это «Черт и девственница». Спектакль, который идет у нас больше уже 20 лет. Это спектакль композитора итальянского Травиоли с очень большой выдумкой поставил главный режиссер нашего театра Кирилл Сависович Стрижнев. И поэтому мы не могли его не привезти, потому что он тоже дома пользуется неизгладимым впечатлением у народа. Мы покажем вам, закончим. Надо же было и оперету какую-то, чтобы не все только мюзиклы были, а и оперета. Поэтому мы привезем герцогиню из Чикаго. Это Кальман, это очень красивая музыка. То есть все жанры будут присутствовать на наших гастролях. Ну вот, к слову про оперету, это достаточно трудный жанр. И как удается вот одной театральной труппе воплощать столько разных жанров? Ну, вы понимаете, музыкальный театр, он поэтому и музыкальный. Там все жанры должны уживаться, иначе у нас есть и оперы, и комическая опера, у нас есть музыкальные просто спектакли. У нас есть, естественно, сейчас больше идет поворот на мюзиклы, потому что это более современная форма. И более требовательная к актерам, потому что они должны очень хорошо двигаться во время пения. А оперета – это классический голос, это звучание должно быть всегда очень чистое, нормальное. Как удается? Некоторые актеры работают только оперетой, потому что не хватает их диапазона на мюзиклы, не хватает. Но таких мало. В основном актеры работают во всех жанрах в театре. Такой тренинг, я похвастаюсь, что у нас главный режиссер театра, он же и завкафедры музыкального театра, нашего театрального института. Поэтому стараемся подбирать кадры, которые Кирилл Советович мог бы воспитать, и мы бы этими кадрами пополняли нашу труппу. В этот раз вы привезли очень обширную афишу, но вот скажите, как все-таки подбираются спектакли для гастрольного тура? Или это такой принцип, что мы берем все самое лучшее с собой? Как это происходит? Нет, самое лучшее не входит к вам на сцену, извините меня. Мы бы, конечно, с огромным удовольствием, мы только что в Большом театре, на новой сцене Большого театра работали на фестивале видеть музыку с декабристами. Вот, но мы не можем ее показать у вас, спектакль не помещается, и мы тоже на вашу сцену, и мы рады, что реконструкция будет в театре Луночарского самой сцены. Вот, мы бы и другие какие-то спектакли могли бы привезти, но арьер, сцены маленькие еще, какие-то есть вещи. Подбирается как, но, конечно, везем то, чтобы как можно поменьше народу привезти, потому что это тоже, понимаете, очень затратно финансово, потому что у нас приезжает сейчас на гастроли 220 человек. Хор, оркестр, балет, все цеха, которые постановочные, которые работают на спектакль, все приезжают. Это и гримеры, и постежеры, это костюмеры, это радио, это звук, это свет. Все, мы все везем с собой, все свое. Недаром же шесть камазов придет сюда, не там, не какая-нибудь машинка с декорациями, а шесть камазов. То есть театр никогда не спекулирует на этом. Он, если показывает свои спектакли, он показывает их в той красе, какой можно посмотреть и у себя дома. Свердловский театр – это вообще титулованный театр. Я знаю, что у вас более 20 премий «Золотая маска». Это вообще великолепный результат. Да, только что последний раз снова две маски мы получили, и мы бесконечно счастливы, что действительно 20 «Золотых масок» – это существенный вклад в развитие музыкального театра России. Ну, более того, у вас сотни, тысячи поклонников, но вот в чем вопрос. Как региональный театр соперничает со столичными? Насколько это вообще трудно? Вы знаете, у нас даже никогда задача такая не стоит. Мы даже часто не попадаем на «Золотую маску». Допустим, спектакль отсматривает экспертный совет, и мы не попадаем по каким-то причинам. Но в экспертном совете тоже люди все, и со всеми своими мнениями. И не всегда это передовая мысль, а когда-то желтая мысль появляется. Поэтому мы не соперничаем. Я же вам назвал 85 лет и 87 мировых премьер. То есть эти спектакли нигде не шли. Они шли только в нашем театре или сначала в нашем театре. Ну, вот я вам приведу пример. У нас есть современный спектакль для молодежи, называется «Силиконовая дура». Мы ее впервые поставили на нашей сцене. Композитор Сан Саныч Пантыкин, наш земляк, уралец. И только после того, как мы ее отыграли два года, она пошла по сценам других музыкальных театров и драматических театров. То есть потом идет с лейфом и в других городах, и в других музыкальных театрах. Но уже только после того, как мы, что называется, первый суп скушать. Популярность мюзиклов вообще сейчас очень возросла, и все театры стараются пить. Пока это отвечает запросам публики. Но как вы считаете, все-таки за каким жанром будущее? За музыкальным. Вы знаете, все время говорят, оперета умирает, оперета умирает. Она умирает, потому что сегодняшние композиторы очень мало пишут опереты. Пишут мало, потому что они не знают, как написать. А режиссеры музыкальных театров не знают, как ее ставить. Потому что, знаете, наивно сегодня все первые, что ли, первые главные опереты, которые в мире написаны, они же все очень примитивны. Они примитивны по либретто, они примитивны по событиям, которые миллионер, смеальнерший, кто куда, кто кого, веселая вдова и прочее, прочее. А мюзиклы, они более остры. Мюзиклы на каком-то пульсе жизни делаются. Но, вы знаете, красивой жизни тоже хочется. И поэтому никогда оперета тоже не умрет. Она будет, но ее меньше по природе того, что ее меньше и пишут. Ее меньше и находится. Вот в нашем театре первым эшелоном восьмой, девятый раз уже прошли все опереты мирового значения. Это Эйфенбах и Кальмен. То есть, все, что в мире написано, мы поставили один раз, второй, третий, восьмой. Ну, сколько можно. Поэтому появился новый жанр мюзикл. Кстати, мюзикл тоже был впервые поставлен в нашем легендарном театре. Поставил наш замечательный, один из основателей нашего театра. Кстати, я сейчас эту вам расскажу историю тоже. Кирилл Савич, извините, Владимир Акимович Курочкин. Это вот за 85 лет, чем мы очень гордимся, всего три главных режиссера работало в нашем театре. И об этом написана книга, наша литературная часть, с молодыми учеными и не только молодыми историками театра музыкального. Мы написали большой труд, монографию, которая называется «Счастливое место», двоеточие, да, «Счастливое место» Свердловской музыкальной комедии. То есть, это огромнейший труд о трех главных режиссерах нашего театра. Последний жив-здоров и сегодня является нашим художественным руководителем. К слову о вашем театре, если подводить предварительные итоги года театра, каким он был для вас? Вот есть какие-то, может быть, основные награды, достижения, которыми вы гордитесь больше всего? Ну, вы знаете, что я рад, что я член оргкомитета федерального, оргкомитета года театра. Я езжу по этому марафону везде, где он проходит по стране. Ну, я очень меркантильно скажу даже на примере своего театра. Но это материальная база поощряется. В этом году мы получили 25 миллионов только на материальную базу. Это открытие русских сезонов в Берлине. Это гастроли в Крым. Это огромный финансовый поток денег. Без года театра, я боюсь бы, мы тоже это не все получили. Но я не могу не похвастать, что сегодня это все происходит, потому что у нас такой замечательный губернатор, который, вот мы к вам в Крым приехали только благодаря тому, что у нас есть замечательный губернатор Куйвышев Евгений Владимирович, который нам выделил такие, из резервного фонда такие деньги. И вообще Крым считается, как бы, знаете, нашим, ну, очень дорогим, лакомым кусочком жизни сегодня. Нам так хочется, чтобы у вас здесь было все замечательно. Вы ничего не чувствовали, что чем-то вы обделены, понимаете? Поэтому мы с огромным удовольствием к вам приехали. И, а год театра, он, конечно, свои плоды оставит. И поболее, чем год кино, год литераторов был у нас, он оставит свой след в истории, театральной истории. И мы желаем удачи вам в новых гастролях. Уверена, что залы будут переполнены. И спасибо, конечно, Михаил Вячеславович за такую прекрасную беседу. Спасибо, ждем вас на наших спектаклях и будем счастливы, если вы к нам придете. Это была программа «Актуальное интервью». Напомню, сегодня гостем нашей студии был генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Михаил Вячеславович Сафронов. В студии была Дарья Кзюнова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok